5 тысяч рублей ежемесячно в течение апреля, мая и июня. Эта мера поддержки российских семей с детьми до трех лет, имеющих право на мат-капитал, стала первой в условиях коронавируса. Абсолютная большинство кузбасских семей заявления подали в первый же месяц и уже получили деньги. Мы успешно справились с этой работой, выплатили за апрель, хотя, конечно, работа гарантиозная. У нас было порядка 43 тысяч заявлений, мы их отработали, осуществили до конца апреля. Все в электронном виде? Да, в электронном виде. Апрельскую выплату осуществили. То есть за апрель месяц 43 тысячи жителей Кузбасса получили пособие до трех лет, да? Детям до трех лет. 41 тысяча. 41 тысяча. Да, потому что некоторые были заявления, порядка двух тысяч, неправильно оформлены. Ну а с ними что? А с ними мы индивидуально по телефону отрабатываем, то есть связываемся с заявителем и говорим, какие ошибки они исправляют и по нову подают. Ну вот основной объем, это был в апреле. А там же выплаты рассчитаны на ребенка апрель, май, июнь, три месяца. И 8 мая, во второй половине дня, до праздников, мы выплатили всем выплату за май. Уже сейчас эта мера поддержки распространяется абсолютно на все семьи, где есть дети до трех лет. Подать заявление можно на госуслугах, в личном кабинете, на сайте пенсионного фонда и придя в учреждение по записи. Аналогично получать выплаты смогут и семьи, в которых есть дети в возрасте от трех до 16 лет включительно. Им единоразово выплатят по 10 тысяч рублей на каждого ребенка. Это единовременно. Выплаты начнутся после 1 июня, но сейчас уже мы осуществляем прием заявлений, работа идет. Ну и сразу скажу, объем работы предварительно мы посмотрели, это будет в 10 раз больше. Ну конечно. Это порядка около полмиллиона. Но это выплата очень важная. Ее надо как можно быстрее передать людям. Важно, что обратиться за каждый из указанных выплат можно вплоть до октября. Денежные средства придут в полном объеме за одним числом.